Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Парк Адара всегда был одним из любимых мест для горожан. Последние пять лет его начали активно облагораживать. В этом году удалось реализовать проект «Остров сокровищ», идея которого вынашивалась около пяти лет. Проблема заключалась в отсутствии денег. В итоге проект запустили ко дню города в мае, а уже сейчас завершили, выложив тротуар. Что немаловажно, на мой взгляд, очень значимо для города, то, что нам удалось уже первую абсолютную копию исторической беседки Сада Жуковского восстановить. На День города мы ее открыли и заложили сразу вторую беседку. Планируем ее сдать осенью этого года. Ну а весной, к лету, вокруг беседки мы хотим оборудовать танцевальную площадку для ветеранов, уложить тротуарную плитку, поставить скамейки, высадить саженцы и вот такой уютный уголок для ветеранов сделать. Планируем, что в этой беседке будет для ветеранов играть духовой оркестр. По легенде, именно в этой беседке впервые в Чите, в 1908 году, был исполнен знаменитый вальс на сопках Манжурей. В рамках губернаторского проекта «Спорт для всех» в августе будет выложена спортивная площадка с искусственным покрытием. Также продолжается облагораживание детской площадки, где к скульптуру Маули с Багирой и Чебурашки с крокодилом Геной скоро присоединится к «Гном с грибами». Есть в планах, но не только это от нас зависит. Обещает нам областной комитет ДСАФ передать самолет спортивный Як-52 поршневой с пропеллером. Мы попытаемся его продолжить, расширить. За счет него нашу знаменитую уже выставку военно-исторической техники «Аллея славы» будет самолет окрашен в цвета камуфляжа, как военный. Попробуем, во всяком случае, ко 2 сентября, к юбилею окончания Второй мировой войны, такую экспозицию еще одного открытия. Есть в разработке очень красивые и масштабные проекты в парке, которые пока не могут реализоваться из-за кризиса. Директор Адара надеется, что рано или поздно такие времена пройдут. Средства, хотелось бы привлекать средства и бюджетные. Правда, нам немного на развитие парка дали. В прошлом году в рамках подготовки студенческой весне ШОС выделили средства на ремонт окрождения. Это, конечно, серьезный нам подарок. Все остальное, что сделано за последние 5 лет в парке, это собственные средства дома офицеров. Есть привлеченные средства, когда нам предприниматели немножко помогали, но хотелось бы этой помощи ждать больше. Может быть, не хотели люди вкладываться, видя, в каком состоянии парк находился, в полном запустении. Не было ни одной скамейки, ни одной урны, ни одной опоры освещения. Не было вообще ничего. Просто была огромная территория, поросшая крапивой и бурьяном. Ну а теперь, когда уже парк приобрел свои современные черты, стал привлекательным, сюда потянулись люди, и, соответственно, тот же Ротари-клуб проявил инициативу. Парк очень преобразился за последние годы. Теперь здесь приятно отдохнуть на лавочке, поесть мороженое или просто пройтись. Светлана Инкелевич, Илья Татауров. Специально для ЗАБ.Инфо.